Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем о погоде в Карачаево, Черкесии. Доброе утро. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 мороза, днем 0-2. На дорогах гололедица. Учитель физкультуры школы номер 10 Черкеска Михаил Кузнецов стал победителем республиканского конкурса «Учитель года». Он представил нашу республику и на федеральном конкурсе «Учитель года», который прошел в городе Волгограде. О том, какую программу Михаил представлял на конкурсе, что главное в профессии учителя и как пробудить интерес к физической культуре у подрастающего поколения. Об этом в эти минуты в нашей студии педагог расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Конечно, я поздравляю вас с тем, что вы стали учителем года у нас в республике. Спасибо большое. Ну, вы знаете, у меня вот такой вопрос. Как вы додумались с вашим предметом идти на конкурс «Учитель года»? Что вы представляли на суд тех, кто судил этот конкурс? Мне предложили поучаствовать. Я еще подумал, посоветовался с директором. Мы пришли к одному мнению, что нужно действительно выставлять меня. Я именно шел с той целью выдвигать ГТО, чтобы дети занимались именно ГТО, готовились к этому комплексу. Мне нравится их направлять в данную сторону. И вы не считаете, что это какой-то второсеменный предмет, то есть не хуже, чем математика, русский язык, литература? Правильно? Каждый предмет важен. Но особая важность я уделяю урокам физической культуры. Это же урок здоровья. Каждый ребенок должен быть здоровым. Я знаю, что вы в этой же школе, 10-й, учились и туда же вернулись с педагогом. Ну и еще, конечно, я бы хотела услышать ваши впечатления о поездке в Волгоград, где вы уже принимали участие в федеральном конкурсе. Что вы там показывали? Были ли кроме вас учителя физической культуры? Да, действительно, учителей физической культуры из 80 человек было всего лишь 5. Все мужчины очень хорошие люди, очень добрые, отзывчивые, сильные педагоги в данной области. Я показывал то же самое, физкультурно-спортивный комплекс ГТО, как к нему готовиться. Но у нас тема была, конечно, волейбол. Мы по календарно-тематическому планированию работали. И отходить от него не имели права. Это задачи конкурса были такие. Но и я приурочил волейбол, как к подготовке ГТО. Ну, еще я хочу спросить, как вы пробуждаете интерес к физической культуре? Самое главное – это доброта. Доброта и общение с детьми. Без общения дети не будут приходить на наш урок. Всегда мы должны с радостью ждать детей, звать их на урок. То есть вы их совсем не ругаете? Ну, не прям так уж, что не ругаю. Ну, где-то приходится все-таки. Я думаю, что они на ваши руки идут с удовольствием. Конечно. Бегут. Бегут во время перемены. Прям залетают в раздевалку, чтобы побыстрее переодеться. Забежать на урок. И заниматься, развивать свою мускулатуру. И здоровье укреплять. Я желаю вам дальнейших успехов. И хочу, чтобы таких учителей, как вы, было побольше. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. На этом у нас все. Приятных выходных и до встречи в эфире. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Дарите эмоции. 585 Золотой. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Вецкие меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Редактор субтитров А.Семкин